Всем привет дорогие друзья, с вами я Антон Чейз и сегодня я вам покажу одну из своих самых любимых игр детства. Эта игра называется Кот Феликс. В детстве я проходил ее около 10 раз и давайте-ка я вам сейчас ее продемонстрирую и обо всех ее плюсах расскажу. Ну в общем сюжет игры начинается с того, что какой-то злобный Якубович сообщает нам о том, что он украл нашу киску и мы должны ее спасти, ну либо отдать ему взамен волшебную сумку. Если вы спросите, что за блять Феликс, что за волшебная сумка, я вам поясню. В общем давным-давно еще наверное в первой половине 20 века был некий мультгерой Кот Феликс и у него была волшебная сумка, в которой он делал чудеса грубо говоря. То есть она давала ему суперсилу, в общем видите, пока что у нас она лоховская и она выдает только огромную, огромную перчатку суперского боксера. В общем, ну в дальнейшем эта сумка будет такой, вам показывает чудеса, что фильм Престиж со Скарлетт Йоханссон и ее огромными сиськами покажется вам просто детским лепетом, потому что вот реально. В общем, ну первый уровень довольно-таки простецкий, но фишка в том, что в этой игре считают, что в каждом уровне есть своя трансформация. То есть вот что такое трансформация, мы подхватываем сердечки и мы становимся, например, Валдис Пельшем, очень таким веселым, который атакует звездочками всех вокруг. Трансформации будет, ну мне кажется, больше 20, честно говоря, я не особо это помню, но если вдруг вы в эту игру играли в детстве, то может быть вы тоже помните, там был и танк там будет, и самолет будет, и воздушный шар, и даже можно будет покататься на подводной лодке, и на дельфине, короче говоря, и на простой лодке. В общем, говорю, игра по разнообразию даже может убрать некоторые компьютерные игры, а этой игре уже 20, почти что 5 лет, вы понимаете? Она старше меня, старше, мне кажется, почти что всех из всех вас. В общем, чтобы трансформация не исчезла, мы должны подбирать молочко, и деревенское молочко, и пить его. Ну вот видите, мы заранили, к сожалению, и нас немножечко так ранили. Вот эти вот пеньки за нами пали, это какие-то нехорошие пеньки, но некоторые из них можно, кстати, бить, и благодаря этому мы будем... Ой, там, секундочку. Так, я попытаюсь сейчас вам собрать все сердечки и вам продемонстрировать полную трансформацию. Вот, так что первое, первый большой плюс этой игры, это, еще раз говорю, разнообразие, огромнейшее, огромнейшее разнообразие. Плюс места, где проходят миссии, это просто вообще... В детстве мне, как третьекласснику, это было просто невероятно. То есть там, там будет и Марс, там будет и Северный полюс. Вот, можно так в сумку залезть, волшебную. Северный полюс там будет, вот, опа, мы уже, например, какой-то такси. Зеленоглазое такси. Вот, и под водой там будут уровни, и в каких-то в горах, и в Египте. Блин, опять я заранился, сука. Если я не ошибаюсь, то можно еще разочек тут прыгать. Нет, по-моему, ошибаюсь, да. Ну, не, суть, ах. Да, я слишком не отвлекаюсь. Ну, в общем, в детстве я эту игру проходил за раз. Она проходит сейчас, наверное, за полтора, за два. И в конце мы геройски спасаем тут нашу киску. Да, даем люлей этому главному злодею, и с ней мы улетаем. Эта битва происходит, нет, не на Марсе, а на Луне, да, на Луне. Вот, еще один плюс этой игры, это красочность. То есть, разнообразие, игровое разнообразие уровней и красочность. Много разных врагов, они, каждому нужен там свой подход, там, например. Есть там и летающие, и ползущие, и плавающие, и прыгающие. В общем, для Дэнди, мне кажется, эта игра была просто революционной в плане того, что из нее, мне кажется, выжили вообще все. То есть, 92-й год, это уже, считаю, что закат Дэнди, ну, конечно же, в России это было смешно слышать, потому что я сам вообще Дэнди, первый раз познакомился с ней, по-моему, в 2001, что ли, году, честно говоря, не помню. Атакуем бип-бипом. Вот. Ну-ка, давай-ка еще какую-нибудь чиняшку подберем. Хочу вам просто показать, эээ... ...танк, то есть, самое крутое на этом уровне. А в следующем уровне будет уже... То есть, можно, кстати, издеваться над трупами врагов, сейчас вам это продемонстрирую, если я... Будет момент. Сейчас, секундочку. Смотрите-ка, опа! Блин. То есть, если в летящий труп врага выстрелить еще разочек, то он еще раз ударится по нему, и это дополнительные очки, между прочим, да. И вот он, танк. Да, чуваки, это серьезная шняга. Впервые в эту игру поиграл я... Ой, очень давно. Ну, да, где-то, наверное, как раз таки 2001 год. Тогда даже не было еще, по-моему, моей Дэнди личной. У меня... Я... Секундочку. Надо убрать этого злобного мыша. Вот. Не было моей личной Дэнди. И я, ну, у знакомого играл, и... Тоже был поражен, конечно же, потому что... Парню, которому, блядь, 8 или сколько там, 7 лет, не помню, сколько у меня было, 8, наверное. Такую вот видеть, учитывая, что я... Можно кататься на, блядь, на толстых птицах, например. Тоже. Ну, такие всякие приколюхи для Дэнди. Конечно, если вы там фанат Крайзи скажете, блядь, что за хуйня, графон, говно, ничего не понимаю. Ну, конечно же, эта игра не для вас, но для игроков с Дэнди, для любителей ретро, это иконан, на мой взгляд. Сейчас будет третий уровень. Ну, начало такое довольно-таки простое, няшное, то есть, если не совсем кривые руки, то легко все проходится. Потом, конечно, уже пойдут хардкорные уровни, но я уверен, что даже сейчас я пройду эту игру с первого раза. То есть, если мне дать пару бутылочек пива, ну-ка, там, пашечку. На два часа придется много пива мне брать. Наверное. Ну, бутылочек шесть точно, минимум. Вот. И так вот сесть, и в веселой компании все это начать, то я уверен, что я пройду эту игру опять снова с большим удовольствием, потому что она просто великолепна. Так. Ну, к сожалению, никаких продолжений не было этой игры. То есть, по-моему, это вообще-то единственная игра из этой серии вообще. И на никаких других приставках я ее не видел. Хотя, как по мне, можно из нее что-нибудь выжить было. Ну, да ладно, это решение разработчиков. Честно говоря, я не знаю, кто к этой игре причастен. То есть, ну, это, блядь, великие люди, я вам скажу. Потому что они такое замутили. Просто волшебную игру. Подбираем молочко. Блин. Вот сейчас, конечно, будет не очень хорошо, потому что сейчас скоро будет босс, а я в образе лохопета. Ну, да ладно. Где наш не пропал... Вот так, что-то... Лаги, лаги. У меня, чуваки, у меня Дэнди лагает, короче. Это потому что Бандикам нормально притормаживает. Опа, опа. И мы, собственно говоря, в логове босса находимся. Надеюсь, сейчас тут будет превращалка. Вот, короче, какой-то непонятный залуповерт нам противостоит. Не знаю, кто это такой. Надеюсь, я его забарю. В принципе, первый босс не особо сложно, и я его легко убиваю. Собственно говоря, в следующий уровень будет Египет, потом будет где-то, по-моему, в лесу, что ли, потом под водой. Короче говоря, разнообразие в игре отличное. То есть сценаристы, те, кто всё это делал, очень сильно постарались. Там даже будет уровни чисто на самолётах, например, когда весь уровень летишь на самолёте. Да, так что игра огонь. Кот угорает над всем этим. Так что, в общем, если вы любитель ретро, то, само собой, эту игру я вам советую. На этом я с вами прощаюсь. Всем удачи, всем пока. С вами был я, Антон Чейз и Кот Феликс. Не болейте, до свидания. И любитель стали игры, это круто. С вами был я, Антон Чейз.